Лена, жительница одного из домов на улице Игнатова, о том, что теперь по соседству с ней будет православный детский сад, бывшая воспитательница узнала одно из первых. Вообще православному нужен, но не здесь место. Этот вопрос обсуждали депутаты горсовета уже нового созыва на прошедшей сессии. Народные избранники обычно вопросы о передаче муниципального имущества решают в пять минут, но тут дело затянулось. Депутаты требовали у представителя церкви конкретных ответов на конкретные вопросы. Как, к примеру, когда же все-таки в детский сад смогут прийти дети? Пока здесь все в стадии ремонта. За два года заменили оконные блоки и отопление. На все остальное пока нет денег. Вот сейчас вы знаете финансовый, мировой финансовый кризис. И тот человек, который готов был большими объемами финансировать этот садик, у него вот такие финансовые проблемы, но все это устраняется. И человек идет, и человек говорит о том, что он не бросит, и как-то находятся еще источники финансирования. Депутаты было предложили церковным деятелям не тратить деньги и время на ремонт, а создать православные группы во всех детских садах. Но такая идея почему-то у духовенства поддержки не нашла. При том дефиците мест в детских садах не является это излишней щедростью по отношению к детям. Я понимаю, что надо делать. Надо создавать вот эти сады православные. Надо создавать, может быть, еще мусульманские, надо создавать католические. Мы должны создавать свою культуру. Мы должны создавать свою культуру. Потому что наши предки и отцы. Наши предки и отцы, и деды, те же мусульмане, те же, допустим, русские сады православные. Давайте, давайте, забывайте. Поспорив о религиозной и национальной принадлежности отцов и дедов, народные избранники наконец-то серьезно стали решать вопрос. Помещение можно и отдать. Да вот когда ремонт в нем с мертвой точки сдвинется. Администрация города Орла, в связи с тем, что у нас сегодня инфрации нет в детских садах, в связи с тем, что такая ситуация стала, каким образом прокомментируют сложившуюся ситуацию? Сегодня, безусловно, очередь сформировалась не вдруг. Можно? Я отвечаю вам, но потише, потише. Извините, я отвечать не собираюсь. Я вам отвечаю на вопрос, вы разговариваете. Да. Оставшиеся без ответа из-за шалости депутата Гришина народные избранники так и не поняли мыслей городских властей на этот счет. Принять все меры, чтобы в кратчайший срок заработал детский сад. Вплоть до того, что правильный депутат Бухалову предложил, он готов помочь. Я готов свой должностный вклад отдать на фонд. Надеюсь, фонд у вас открыт, отец Владимир Андреевич. Открыт. В общем, так депутаты ничего и не порешили. Что, в принципе, неудивительно. Никаких конкретных ответов на свои вопросы от представителей церкви народные избранники так и не услышали. Чтобы первые детишки пришли в сад. У нас остро не хватает меры детки. Чтобы говорить о первых сроках, мы в карманах не держим больших миллионов. Поэтому обманывать Бурсовет я не буду. Мы в ближайшее время будем прикладывать массу усилий, чтобы как можно быстрее дети пришли в этот православный детский сад. Но в ближайшее время это следующий год, который будет в сад? Ну, конечно. Сказать, что через два месяца закончится, я не могу. Стоит напомнить, что сейчас в городе наблюдается явный дефицит мест в детских садах. На очереди стоят 3000 мальчишек и девчонок. Может быть и стоит запустить этот детский сад для тех, кто уже не в первый год дожидается своего места? Этот серьезный вопрос депутаты Гурсовета еще раз рассмотрят на ближайшей сессии. Татьяна Суворова, Игорь Олейников для программы Оперативный эфир.